Итак, друзья мои, всем привет! Не так давно мы вернулись с Ахтубы. Отрыбачили, скажем, неплохо, но очень устали. Природа нам подсыпала всяких неожиданностей. Рыбалка была довольно-таки трудной, воды было очень много, течение было очень сильное. По речке очень плывло много мусора. Не то, что даже бы мусора. Были даже коряги, пни, трава, что там только не было. Все это дело очень сильно затрудняло нашей рыбалке. Главное было подобрать ключик, найти стоянки судака, где он в данный момент стоит на такой большой воде, и начинать его ловить. Первые наши шесть дней очень сильно нас вымотали. Приехав сначала на запланированную базу, мы установили все палатки, разложили все вещи и легли спать. На утро проснулись, а вода уже практически под нашими палатками. И пришлось нам эвакуироваться оттуда, убегать. Вода пребывала очень активно, и все делали мы в попыхах. Что, в принципе, на самом деле нас сильно и вымотало. В итоге, в принципе, мы нашли другую базу. База находится повыше. И на этой базе мы стали обосновывать свой лагерь. Вещей у нас очень много. Обустройство нашего лагеря занимает довольно-таки приличное время. Сборы и разборы нас всегда сильно выматывают. В этом году это было просто нечто с чем-то. Установив наш лагерь, разложив опять все вещи, по местам все установив, через несколько дней мы приступили к сбору наших лодок. Одну лодку мы хранили у местных, в городе Храбалей. Эта лодка оказалась проедена мышами. Ее мы начали клеить. Приступив к сбору своего брига, своей лодки ПВХ, я обнаружил, что она тоже или пробита, или протерта. Скорее всего, это было в момент переезда. Так же я начал ее клеить. Заклеив эти две лодки, мы потеряли еще определенное количество времени. Ну и после этого, вроде бы как, должна была начаться рыбалка. Но отрыбачив буквально вечернюю рыбалку и утреннюю рыбалку, к нам подъехала вторая часть нашей компании. В процессе сбора мы обнаружили, что у третьей лодки хозяин двигателя забыл дома шланг, который идет от топливного бака к самому двигателю. Пришлось ехать в город. Одной поездкой это, конечно, не обошлось, потому что первая запчасть не подошла. Пришлось ехать, менять и подбирать под наш двигатель конкретную эту деталь. Ну и дальше, вроде бы, пошла рыбалка. В этом обзоре я вам сейчас расскажу о тех приманках, которые отстрелялись в июльской поездке 2017 года. Приманок протестировано было много. Сильно трофеями похвастаться мы не можем. Очень было много мелкого судака, который бросался на приманки размером с халки. Я долго думал, что сначала показать. Полный фильм, как я сделал в том году, как я сделал в апреле. Или сделать все-таки сначала обзор, показать, какие приманки отработали, чтобы многие из вас, поехав на сентябрьскую поездку, смогли себе взять, ну, какие-то, скажем, более-менее нужные приманки. Сначала я хотел показать полный фильм, но, начав разбирать материал по полочкам, я столкнулся с тем, что очень много отснято, ну, скажем, ненужного, пустого, очень много пойманной мелочи, очень много материала, который надо грамотно разложить и сделать, ну, скажем, более-менее качественное, хорошее видео. Поэтому я сделал по-другому. Я выложил, скажем, короткий фильм про поимку сама, который мы поймали на Халку 150-ю. Сейчас я о ней расскажу. И, поразмыслив, я решил все-таки сделать сначала обзор. А как у меня будет время, я обещаю, сделаю полный фильм и, возможно, какие-то отрывки из этого фильма тоже выпущу отдельно. Итак, друзья мои, давайте приступим. И я вам покажу те приманки, которые меня порадовали. Среди них есть и новые приманки, которые ранее мне были неизвестны. Есть и бренды, которые уже я показывал в предыдущих видео, но открыл какие-то новые. Именно модели среди этих производителей. Итак, вы видите довольно-таки много приманок, которые я реально полоскал, тестировал. И на эти приманки, именно на эти приманки, было поймано определенное количество рыбы. Были приманки, которые я также тестировал, но они меня чем-то не вдохновили, не поразили, скажем так. Начну я, в принципе, наверное, с легендарного бандита, оригинала, своего любимого, тридцать первого цвета. Эту приманку в этот раз я окунал крайне редко, но все же ей также уделил время. Она также, безусловно, работает и просто превосходно работает, ловит судака, щуку и разную другую хищную рыбу. Следующая приманка, это также от Бандит, тоже оригинал. Вот такое битое стекло с желтым пузом и темной спинкой. Они немного похожи друг на друга с тридцать первым цветом, но отличие этих приманок друг от друга, конечно, налицо. Эта приманка также отлично ловила судака. Следующая приманка, это опять же Бандит. Родной, оригинальный Бандит вот такого интересного цвета. На эту приманку было поймано колоссальное тоже количество судака и довольно-таки немаленьких размеров. Относительно, конечно, по этой поездке. Судак на 2 килограмма это был уже праздник. Дальше я продолжу с приманок оригиналов. Это вот такая халка. Мною перекрашена. Тоже вся покусана. Ловила она тоже достойна. Удивительно. Но ставив другие цвета от халка, они себя сильно так не показали. Не знаю, что понравилось судаку в моих этих каляках-маляках. Но судак на эту приманку отзывался очень-очень славно. Ну и наконец 150-я халка вот такого цвета. Она была голубенькая с белыми бачками и вот таким пузом. она была очень сильно покоцана. Были на ней такие пятна непонятные. Я их обвел маркером и сверху покрыл лаком. Сначала таким белесым, потом прозрачным. Вот на эту приманку как раз и был пойман сон. Фурнитура на этой приманке очень даже славная. Тройники здесь заменены и стоят атовно. Кольца стоят родные. Сом ничего с ними не смог сделать. Вот этот тройник подразогнулся, когда я вынимал из его мясистой патчи воблер. 150-ю халку ну или реплики на 150-ю халку я рекомендую тем, кто хочет ловить трофейного судака и сама. Воблер замечательный. Конечно же, это агрессор 205-й, который меня порадовал и в апрельской поездке, и порадовал в этой поездке. Это беспроигрышный вариант. Единственное, надо постоянно смотреть за кольцами и за тройниками. это слабое звено у этого воблера. Или вы сразу меняете на хорошие кольца и на хорошие тройники, или вы постоянно контролируете это слабое звено. Хотя сейчас производитель стал делать некоторые цвета, некоторые модели, видно, это новые партии приманок-агрессор 125-х уже с нормальной фурнитурой. лопата у этого воблера меняется элементарно. В этот раз мы меняли 8-метровую на 5-метровую, чтобы пройти прям под стеной, под свалом обрывистого берега, яро. Многие рыбаки с этой приманкой уже познакомились поближе с этим цветом и от этой приманки они в восторге. но в последнее время эту приманку такого цвета найти довольно-таки тяжело. Видно, ее всю разобрали. Я с этим тоже столкнулся и взял очень похожую приманку. Цвет этой приманки 217. Вот она как отработала. Ничем не хуже, чем 205 цвет. Это приманка матового цвета в отличие от 205. 205 глянцевая. Это 217 артикул. Это 205. Да, кстати, и вот для сравнения на одной приманке усиленные кольца стоят на 217 которые справа. А с левой стороны 205 с простыми колечками. Ну, скажем, с обыкновенными такими, которые, возможно, под самым могут разогнуться. По поводу краски этого воблера. Поначалу мне казалось, что с этого воблера краска вся слезет. Но нет, краска держится превосходно. Выдерживая все удары судака, сама щуки краска остается на месте. Это меня порадовало. еще раз. Наверху 205 внизу 217 так пустячок, но глаза у этих приманок держатся на месте и ни один глаз не был потерян. Давайте поедем дальше. Познакомился я вот с таким цветом от нового производителя. Воблер также бюджетный в районе 200-250 рублей. На нем тоже не было ничего заменено. Все стоит родное. Тройники очень похожи на овнеровские. Пока на них нареканий никаких нет. Кольца здесь стоят довольно-таки также славные. на воблере написано «Химера». Этот воблер также половил судака и довольно-таки неплохо. следующий воблер это опять «Агрессор» от «Герман». Для меня этот новый цвет и открыл я его в этом году. Как вы видите многочисленные удары в головную часть воблера просто поражают. множество отметок на нем. Возможно их было бы больше и они были бы более явно выражены если бы не нашествие мелкого судака. Судака мелкого было очень много. Вот на такую 125 приманку практически такого же размера ловился судак. Конечно это была редкость но такие случаи были. А так судак грамм 600-800 просто замучил. Попадались даже на 500 и на 400 грамм. Повторюсь в этом году пойманный судак на 2 килограмма это был праздник. Итак поедем дальше. Также пройдемся опять по агрессорам. Вот такие новые цвета в этот раз я кунал и на них ловил. это 125 опять же агрессор. Многие знают что это мой любимый размер. 150 конечно великоват. Он отсекает очень много судака и ловит как правило очень крупную рыбу. Что в этой поездке было редкостью. вот такой цвет необычный партикул все цвета я вам сказать не могу посмотрите в моих обзорах я их там в новых коробочках перечислял коробки уже выброшены поэтому наизусть я вам сказать не смогу посмотрите мои предыдущие обзоры судака этот цвет ловил тоже исправно дальше вот такой цвет тоже отличился и также неплохо ловил судака был у меня воблер посильнее покусан не могу понять куда он делся вроде бы не отрывал возможно остался или у брата или у сына в ящике но этот цвет тоже превосходно работал цвет этой приманки 223 и вот такое битое стекло порой оно выручало просто на ура видно что вот эта серебрянка как-то провоцировала на атаку хищника судак на него поклевывал госправно цвет этой приманки 213 дальше я бы вам хотел показать приманки от рефрана многие ругались скажем так бубнили и говорили что приманки дорогие а толку от них никакого нет друзья мои меня поразил воблер серии 300 так называемой тощей тощей ручки тоже я про него делал отдельный обзор вот этот цвет и другой сейчас цвет покажу я кунал очень обильно у меня цветов много но этим цветам я уделил просто больше времени скажу вам так во первых лакокрасочное покрытие как вы видите просто отменное почему я так могу сказать потому что на этот воблер было поймано очень много судака я не знаю как мне сейчас сфокусировать камеру но отметки здесь везде есть их просто очень плохо видно или из-за цвета ну если не за цвета просто из-за лакокрасочного покрытия и в хвостовую часть этот воблер сметал все на своем пути и мелочь и крупного и окуня крупного мы поймали на этот воблер и щуку было пойманы судаки был пойман маленький сомик не только на этот цвет вот этот цвет также я кунал активно мы ставили в паре то с сыном то с братом и этот воблер ловил очень много судака вот на этом воблере видно получше отметки возможно как раз из-за цвета вот здесь прям очень сильные ссадины возможно именно на этот цвет мы и поймали крупных были сходы из-за того что два тройника и они не очень крупные тройники не разгинаются фурнитура отличная игра воблера превосходная единственное но болезнь у рефранера это петелька неотрегулированная петелька то есть если вы окунули воблер и он уходит вправо или влево ее нужно подгибать микронно по чуть-чуть воблер начинает работать и вы начинаете ловить рыбу конечно неприятно покупать за 700 рублей приманку и заниматься какой-то еще доработкой этого воблера но поверьте эта приманка этого стоит так же как всегда показал себя рефранер 800 серии обе эти приманки что 300 что 800 исправно уходят на 6-6,5 метров так же дальше друзья мои хотелось остановиться на нескольких приманках от производителей химера вот такой головастик с заглублением до 7-6 метров Silver Fox Bomber мне чем-то он напоминает какого-то лягушонка очень исправно ловят щуку и судака вот они порезы с удачей щучьей на нем воблер неплохо себя показал фурнитура этой приманки довольно-таки достойная так же себя неплохо показал вот такой цвет для меня эти приманки новые я и кунал немного с ними только знакомлюсь но эти приманки так же ловят в ближайшее время я сделаю обзор и познакомлюсь с ними вас поближе и вот такая химера серия Fox с заглублением производитель пишет до 9 метров но я бы сказал что рабочий диапазон этой приманки 6-8 метров на эту приманку я так же половил судака и щуку лако-крашечное покрытие у этой приманки тоже очень даже достойное фурнитура так же отличная ну а теперь я вам скажу честно остались приманки только от Герман давайте я вам покажу еще маленькую приманку под 24 бомбер вот такой цвет опять битое стекло эта приманка также ловила исправно судака по небольшим глубинам в районе 4-5 метров как я многим и обещал я протестировал реплики на воблер бандит от производителя Герман всех вообще в нашем лагере всех в нашей команде очень сильно поразил вот такой цвет тоже цвет наизусть я не помню сказать его не могу это вот такой синенький с пятнышками и вот с таким пузиком много было таких приманок почему-то оторвано вот у меня осталась только одна эта приманка работала у всех исправно и очень 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 много поймано на нее судака фурнитура у этого цвета неплохая повторюсь почему-то вроде бы модель одна но фурнитура бывает стоит разная скажем как вот у этого воблера этот воблер тоже отработал славно я его дополнительно покрывал лаком перед поездкой и лак походу сделал свое дело удержав какие-то атаки судака но у этой приманки я тут же снял кольца в отличие от этого цвета тут же снял кольцо и здесь заменил на другие кольца кольца можно купить также или у германа есть отдельно продаются кольца кованые есть кольца фиш сизон тоже неплохие есть какие-то и другие кольца приманка тоже отлично себя показала вот этот цвет на актубе всегда работает вот такой цвет то есть вот такой какой-то голубенький его можно назвать желтенький и было бы неплохо если было бы розовое пузико вот почему-то такой вот цвет как спинка у этого воблера сильно провоцирует судака не знаю с чем это связано но это факт эта приманка работала очень хорошо больше времени конечно я уделял агрессорам халкам мне они больше нравятся по трофею поэтому поэтому на этих приманках не так много зубов я сильно не упирался но у моих друзей приманки такого типа бандит все покусаны к сожалению они находятся от меня далеко и взять эти приманки я у них не смог чтобы показать вам поверьте на слово эти приманки также превосходно работают по поводу цвета то что вот этот голубенький цвет почему-то очень нравится судаку вот воблер агрессор вот такого цвета и очень хорошо видно что почему-то именно в заднюю точку были атаки судака а цвет там именно такой который я вам сказал возможно это какое-то определенное даже и открытие для производителя приманок нравится вот такой цвет судаку и это уже давно мне известно цирюбиты очень неплохо работали тоже с такой спинкой ну вот как-то так на самом деле сильно красный особо не провоцирует судака а вот комбинация вот такая вот он бил сюда ну и напоследок я хотел бы вам показать новую приманку новую модельку от герман которую я для себя также буквально вот недавно открыл это magic harpoon если я правильно его называю модель эта оказывается очень старая на самом деле братья ее не очень хотел эта моделька очень понравилась сыну и мы решили ее купить но она как игрушка но эта игрушка оказалась просто орудием по вылову судака сын мой не ошибся эта приманка стала его любимой также любимой эта приманка стала моего брата и полюбил ее я эту приманку судак атаковал со всех сторон брал ее и поперек и полностью проглатывая атаковал ее только в хвост атаковал ее в голову как он только над ней не сгалялся но то что эта приманка пришла судаку по вкусу это фарт причем можно даже по отметкам заметить что в голову почему-то эту приманку он атаковал редко больше брал он ее посередине за хвост и как-то даже из-под низа специально вам показываю две приманки видно что вот они удары прям посередине в спину хвостовую часть и вот снизу что можно сказать еще об этой приманке здесь просто превосходная фурнитура я бы сказал это просто ураган а не фурнитура такая фурнитура справится с любым самым это 100% очень достойные тройники стоят и очень обалденные кольца за это эту приманку просто полюбил не надо ничего с ней делать приманка не выныривает не пьет воду все воблеры которые я вам показал в этом обзоре они не пьют воду не имеют никаких проблем по крайней мере у меня с ними проблем не было также неплохо отработали вот эти два цвета какими-то отметками от судака похвастаться не могу почему да потому что эти приманки которые были ловисты к сожалению были оторваны а одну приманку вот такого цвета у меня просто выпросил мой можно сказать поклонник такие приманки я в обзоре не показывал поэтому для многих они так сказать новенькие на самом деле модель вроде бы древняя все друзья мои вот эти приманки которые я вам сейчас показал меня очень сильно порадовали кунал я довольно таки разные приманки на них тоже были пойманы рыбы но на дансер были пойманы рыбы на бомбер родной кстати просто был найден в воде трофейный так сказать воблер братом и он на него ловил исправно разные приманки мы кунали но вот эти я показал именно те которые скажем больше всего кунали и те приманки которые ну новые скажем так для меня и для вас будут которые открыли мы скажем для себя и они ловят исправно также хотелось бы мне показать поводки многие спрашивают Илья на какие поводки ты ловишь друзья мои ловлю на разные но последнее время ловлю вот на них сейчас я выну сами поводки чтобы вам было название было понятно в интернете можно забить поводок просто и надежно ловлю я на метровые поводки 30 килограмм вот именно на этот поводок был вытащен сом на 35 килограмм его фурнитура даже не покривилась ни разу я думаю что этот поводок выдержит и 50 и 60 и 70 килограмм соответственно в воде а не сухой нагрузки цена этого поводка 145 рублей за 3 штучки поводок довольно таки мягкий вертлюжки при троллинге я откусываю но вот за эту петельку которая держится вертлюжок не рекомендую привязывать основную леску то есть сначала вы просто вяжете застежку к основной леске застежку цепляете вот к этой петельке на которой болтается вертлюжок вертлюжок сам откусываете и выбрасываете с другой стороны у вас будет просто застежка за которую вы будете цеплять свою приманку все на этом все надеюсь обзор был полезен и интересен постараюсь в ближайшее время сделать видео о нашей поездке возможно будет там еще несколько фильмов ну и будет фильм минут на 30 вот это будет обо всем и о мошке и о половоде и о рыбалке ну и немного о нашем отдыхе ну и на этом все всем рыбацкой и жизненной удачи всем балаком горит как сом 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 только не разогни только не разогни реплика стоит не не спинниг сломаешь так сейчас он спинниг стакан быстро стакан 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 спиннинг килограммчиков не знаю насколько но нет 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 долго тоже играть нельзя реплика и вы разогнет на хрен все ну больше десяти он точно тихо 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 пусть идет все работает вот конечно идет пусть идет да слушай тут наверно этот хороший поздравляю трофеем 2017 года изменилось предполагаемым дивидидидуэль ингредиент что вот вот Продолжение следует...